Всем привет! Показываю вам свой виноградник, который попал у меня, конечно, под заморозки еще с недозревшими лозами. И что произошло с этими лозами спустя пару недель? Те лозы, которые были недозревшие, особенно вот вверху, они, в общем, отсохли. Я уже отломала сантиметров двадцать. И вот видно тоже, что сухая лоза. То есть кончики лоз, они просто сухие. Они сухие, прям хрумают. Так что даже если бы я не обрезала, то если я буду закапывать на зиму в землю, то все вот это отгниет, как это у меня произошло в прошлом году. В принципе, так лозы вызрели неплохо на некоторых кустах. Единственное, что вот такие некрасивые пятнышки есть. Я его потом буду обрабатывать после обрезки. А вот виноград мой Елес. Когда-то его был у нас ураган. И самую главную лозу, которую он выпустил, она уже была метра полтора, сломал ветер. И этот куст заново, короче, выпустил новые веточки. Естественно, они не успели созреть. И вот, смотрите, оно все сухое. Спустя пару недель после того, как прошли заморозки, почки и веточки, они все высохли. Ну, привет! Ты тоже хочешь попозировать? Очень хорошо видно вот эту почку. Видите, она белая, она полностью сухая. И вот веточка, которая была зеленая на тот момент, она тоже высохла. Поэтому в этом году мне придется опять обрезать этот кустик. Оставлю, наверное, вот эти вот почечки. Мамашка. Оставлю вот эти почки, которые более-менее вызрели, надеюсь. И на следующий год буду опять выращивать новые лозы. Как-то тоже этот куст у меня страдалец. Велика тоже поздно двинулась хорошо в рост. И вот оно прямо видно. Маленькие междоузлия. Это очень медленный рост был. А вот уже такие побольше, то рост пошел быстрее. Но тоже как-то так интересно. Вверху лоза немножко лучше вызрела, чем вот здесь вот посередине. Придется тоже обрезать это все. И вот есть у меня еще такой долгожданный, который тоже посередине. Вот здесь вот у него зеленое, а вверху у него все уже созрело. Но, естественно, придется это тоже все обрезать. Хотя вот хочу показать еще бажену свою. Она все-таки, несмотря на то, что ее хорошенько так прихватил мороз, у нее после мороза, вот буквально еще прошло сколько? Две недельки. И все-таки еще чуть-чуть лоза дозрела выше. То есть здесь было примерно 50 сантиметров. И вот я смотрю, что, несмотря на то, что упали листики, чуть-чуть-чуть созрела выше. Сантиметров еще на 20. Надеюсь, что к тому моменту, как я буду обрезать, то придется обрезать не так много. И вот тоже кустик. Лоза дозрела немножко. Была она еще зеленая, но за недельку здесь все стало таким вот темненьким и красивым. Так что, я думаю, что не надо было бы мне спешить. У меня было желание обрезать все то, что замерзло. Хорошо, что я этого не сделала, потому что вижу, что лоза, несмотря на то, что нет листьев, немножечко и она стала лучше. Вроде как дозрела. Она все-таки дозревает. Или как это правильно сказать. А если бы я обрезала на тот момент, как мне показалось, что оно все перемерзло, наверное, я бы сделала плохо этому кусту, которому и так досталось от этого мороза. Так что, вот такие вот у нас дела на винограднике. Учимся на своих ошибках, подсматриваем у чужих. И все равно, пока свои не сделаешь, то и не поймешь. Ну а пока, всем до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok